Всем привет! В этом видео мы переведем текстовый файл на английский язык, используя Google APIs, а также Node.js. В качестве текстового файла я буду использовать файл с субтитрами из YouTube. Меня не устраивает, как работает автоперевод субтитров в YouTube, поэтому я беру субтитры с русским языком, правлю их, скачиваю и дальше я могу уже их переводить на английский. Таким образом перевод получается намного лучше. Автоматически созданные субтитры удобны также тем, что они имеют timestamps для каждой фразы. Это время также можно будет использовать и для переведенных субтитров. Итак, я скачиваю файл с субтитрами и добавляю его в проект. Итак, нам нужен пустой NPM-проект с файлом субтитров на выбранном вами языке. В JavaScript файле мы будем использовать библиотеку fs, которая преустановлена в ноде. То есть никаких зависимостей я пока не устанавливал в Package.json. Сначала с помощью данной библиотеки я читаю файл и перевожу его в строку. Далее у меня есть два регулярных выражения, одно для нахождения timestamps и второе для нахождения текста, соответствующему этому времени. Используя функцию строки Match, я могу найти все совпадения, соответствующие определенному регулярному выражению в виде массива строк. Как мы видим, что timestamps, а также фраз 52, чего мы и ожидали. После того, как мы убедились, что мы можем выделить текст, давайте перейдем к Google API для перевода текста. Так, у меня уже заготовлена функция, в которой я передаю from, to и текст, то есть с какого языка на какой и текст, который мы будем переводить. И URL запроса, который можно выполнить и получить этот перевод. Прежде чем писать код, можно проверить данный endpoint в постмане. Просто переходим в постман и вставляем туда URL. Это обычный get-запрос, и мы можем поменять текст для перевода в значении query queue. Я хочу перевести «Всем привет» и получаю в ответе HiAll. Обратите внимание, что результат к нам приходит в виде вложенного массива. Перевод вместе с оригинальным текстом находится в третьем уровне. Чтобы выполнить API-запрос в Node.js, нам нужно приустановить библиотеку Axios с помощью npm install. Теперь мы можем повторить процедуру, используя Axios, делая то же самое, что мы делали в постмане. По избежанию ошибок, лучше закодировать строку, используя encode URI. Как вы знаете с моих предыдущих видео, я привык использовать цепочку при вызове асинхронных запросов, поэтому я использую then и вывожу в консоль response. Отлично, наша функция работает, так как мы передали туда привет, и получили Hey в качестве ответа. У стандартного Google API для перевода есть небольшие ограничения. Используя бесплатную версию, мы можем выполнять только 5 запросов в секунду. Поэтому мы будем делать паузу между каждым запросом. Используя регулярные выражения, я сохраню время и фразы в массиве строк. Нам также нужно создать переменную, в которой мы будем хранить результат нашего перевода. Для вызова API с интервалом я буду использовать встроенную функцию setInterval, поэтому мне нужно будет контролировать, какой индекс наших фраз я сейчас прохожу. Для этого я сохраняю также индекс переменную. По дефолту это будет 0. И в setInterval мы будем вызывать функцию addTranslation, и после каждого вызова функции мы будем делать паузу, которая будет равна паузе. Теперь осталось только создать функцию addTranslations. И первое, что нужно сделать в этой функции, это добавить функционал, который будет останавливать наш интервал, чтобы он не работал бесконечно. Условием выхода из интервала будет индекс больше или равен длине массива фраз. То есть, как только мы прошлись по всем фразам, мы хотим остановить этот интервал, написать, что перевод закончен, и сохранить нашу строку с переводом в новый файл. Если же индекс меньше, чем длина массива, значит мы все еще переводим, и тогда мы выполняем какой-то код с переводом. Пока что я просто напишу console.log и выведу фразу на экран. Все фразы успешно вывелись в консоль, но в конце видим undefined, потому что я забыл добавить return внутри нашего кондишена. Теперь, когда мы знаем, что интервал работает успешно, давайте пошагово создадим наш перевод. Первое, что я сделаю, это, используя заранее созданную функцию, я создаю URL для того, чтобы получить перевод. В Google Translate URL я помещаю необходимые языки, а также фразу, используя индекс. В данной функции при использовании API неудобно будет использовать цепочку thenCatch. Я буду использовать await, для этого я также добавляю модификатор async к нашей функции. await, как бы говорит программе, остановись и подожди, пока не придет результат. Это очень удобно, потому что нам нужен этот результат, чтобы мы добавили его к нашей стреке с результатом. После того, как мы получили респонс с переводом, я начинаю составлять строку. Первое, что я туда добавляю, это timestamp с определенным индексом. Дальше я хочу добавить перенос строки на новый уровень. И следующее, что я добавляю, это, собственно, перевод, который мы получили с нашего API. Помним, что перевод находится в третьем уровне массива. То есть нам нужно три раза вызвать ноль в квадратных скобках. Данная операция будет выполняться каждый раз с интервалом, который мы передаем в качестве паузы. Когда же нам нужно будет выйти из интервала, выполняются наши условия. И именно внутри этого условия нам нужно сохранить наш результат в файл. Для этого также используем библиотеку FS. И еще один момент. Большинство фраз в моем оригинальном тексте – это двухстрочный текст. Если мы передадим текст, который состоит из двух строк в Google API, мы получим два перевода. Что не подходит в нашем случае. Мы хотим получать именно однострочный перевод. Для этого нам нужно убрать переход на новую строку, а также какие-то дополнительные пробелы. Все это также можно сделать, используя функцию Replace, передавать туда регулярное выражение и заменять его на необходимое значение. Продолжение следует... Вызов API лучше поместить в TryCatch блок, чтобы поймать непредвиденные ошибки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ссылку на данный код я как обычно помещу в описании под видео. Видим, что по завершению скрипта создался новый файл с переводом. Я забыл добавить новую строку в конце каждого текста, поэтому я добавлю перенос строки, используя инструмент Visual Studio. На этом у меня все. Теперь вы знаете, как переводить текстовые файлы на другой язык, используя Google API, а также Node.js. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Главное, не забывайте писать код. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА